Какие проекты были реализованы в год культуры, что необходимо сделать еще для поддержки отрасли. Об этом шла речь на расширенном заседании Государственного совета в Москве. В нем приняли участие известные режиссеры, музыканты, художники и главы регионов. Будущее культуры в таком формате не обсуждали никогда. Члены совета отмечают, что отношение к работникам этой сферы изменилось кардинально. Из Кремля передает мой коллега Дмитрий Ковалев. Уходящий год для тех, кто так или иначе связан со сферой культуры, стал по-настоящему переломным. Впервые в стране утвердили основы государственной культурной политики. О создании этого документа говорили давно и на разных уровнях, но только сейчас от слов перешли к делу. В отрасли произойдут ощутимые перемены, отмечают участники совета. Наша задача, задача органов власти создавать благоприятную среду для того, чтобы люди смогли самореализоваться. То есть культура, в общем, понимание, это вся сфера деятельности человека, общесемейных ценностей и всего нашего общества. Выставки, концерты, фестивали, театральные постановки. Этот год был поистине богат на масштабные культурные события. Но зацикливаться только на этом не нужно, отметил президент. Для подрастающего поколения в новых основах прописаны отдельные разделы. Чувство прекрасного детям необходимо прививать уже с начальных классов. Члены совета предложили увеличить количество уроков музыки и изобразительного искусства. Но одних слов недостаточно. Ребята должны воочию увидеть шедевры русской культуры. На расширенном заседании совета решили составить список музеев и спектаклей, которые ученикам обязательно необходимо посетить. Эту инициативу Министерство образования взяли на карандаш. Главы областей и республик заинтересованы в пропаганде культурных ценностей своих регионов. Я не знаю, как на Чувашу, я уверен, наверное, естественно, у нас тоже есть уроки, предметы кубановедения, краеведения, где мы изучаем истории своих небольших поселков, станиц, малых городов. Мы много знаем о таких больших свершениях такого государственного уровня, а порой многие интересные вещи, не менее важные, не замечаем, которые происходят в нашей улице, в нашей школе, в нашем доме культуры и так далее. Но самовыражаться деятелям культуры никто не должен мешать. Владимир Путин призвал убирать пути творческих людей-барьеры, которые мешают реализовывать проекты. Культура может жить, достигать своих вершин при двух ключевых условиях. Это верность историческим традициям, но, безусловно, и второе – широкая свобода в творчестве, в мысли, в духовном развитии. Никто, никакая власть не имеет права диктовать художнику, писателю, режиссеру, да, собственно говоря, любому человеку свою волю. Но вслед за утверждением основ должна последовать и государственная стратегия развития отрасли. Разрабатывать этот документ необходимо уже сегодня. Изыскать финансы на реализацию планов предлагают бизнесменам. Объекты архитектуры им возможно сдавать в аренду за символическую плату. Собрать средства на развитие отрасли могут помочь и государственные лотереи. В 2015 году нам в этой связи не надают, по сравнению с изначально запланированными, треть средств – 4 миллиарда рублей. В Европе финансирование культуры за счет гослотереи – распространенная практика. Например, в Италии, Великобритании поступления от них достигают 30, 40 и более процентов от общих расходов государства на культуру. Впервые в федеральном бюджете выделили более 3 миллиардов рублей на обновление материальной базы культуры в селах и малых городах. Еще одна идея президента – учреждение российского фонда, который будет отвечать за развитие культуры. Но ее основой является русский язык. Сейчас отмечают члены совета, он требует поддержки. Если раньше за рубежом его изучали более 40 тысяч человек, то сейчас только 20. Причина, очевидно, не хватает преподавателей. Решать эти задачи активно намерены в следующем году. Приоритеты уже обозначены. Год культуры завершается, но реализовывать государственную стратегию необходимо и дальше. Члены совета предложили конкретные идеи. Создавать привлекательные условия для туристов, предусмотреть преференции для меценатов. Почаще организовывать детям экскурсии в музеи и походы в театры. Очевидно, что посеяно сегодня мы будем пожинать в ближайшей перспективе. 2015-й объявлен в Нурсии годом литературы. Дмитрий Квалев, Расиль Мухаммедов, Республика, из Москвы. Продолжение следует...